Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу с вами поделиться своими новинками парфюмерии. Я, конечно, в последнее время просто испытываю какую-то страсть к парфюмерии. Я по-другому это даже назвать на самом деле не могу. И исполняю, наверное, все-все-все свои хотелки. Уже начала с нового года и дальше продолжаю. Нужно на самом деле просто прочитать описание этих ароматов, чтобы просто захотеть эти ароматы. И я хочу вам сегодня рассказать о парфюмерии Серджа Дю Мантена. Вот так вот потрясающе выглядит сама коробочка. Это парфюмерия производства Франция. И у меня сегодня будет три аромата. Два вот в таких вот мини-форматах. Это, кстати, очень удобно. Можно познакомиться с ароматом, поносить его, распробовать и понять, хотите вы этот аромат или нет. Но давайте начнем для начала с полноразмерной версии, которая у меня есть. И это аромат «Черный наркотик». Девочки, я зачитаю вам описание этих ароматов, которые представлены на сайте. На самом деле очень они завораживающие. Провокационные, цепляющие своей зависимостью абсолютно сексуальной властью аромат из другой парфюмерии, где отсутствуют нормы и здравый смысл, где правят греховные инстинкты и дофаминовой бури. Забудьте все, что вы знали о парфюмерии до этого, и погрузитесь в иную реальность, которая умеет удивлять и нарушать правила. Белая королевская амбра с древесными дымными нотами и пленительно-прочным сексуальным шлейфом. Медовый гелиотроп с миндалем и корицей, изысканный сандал и душистый табак с коньячным оттенком и черным шоколадом. Я когда это прочитала, я не знаю почему, но вот я очень захотела эти ароматы. Прям вот честно сказать, спала и видела, можно так выразиться. Ну и давайте рассмотрим этот аромат поближе. Вот такая потрясающая коробочка. Здесь производство Франция. Сам аромат, сам флакон, он на самом деле просто потрясающий. Вот я, кстати, обратила внимание, что очень люблю подобного вида флаконы. Не знаю, они всегда привлекают внимание. Черный наркотик. Здесь, кстати, крышечка сделана из натурального дерева. Вот такой вот он просто такого цвета черного. Ну не черного, конечно, такого очень темного. И на самом деле я могу сказать, что из всех ароматов, которые я в последнее время пробовала, для меня лично вот этот аромат – это просто какое-то открытие, честно. Описание полностью соответствует ароматам, которые вот представлены. Вот как вы, когда читаете это описание, как вы себе представляете этот аромат, наверное, вот такой он реально будет. То есть он оправдал все мои ожидания. И я просто обалдею. На самом деле, почему для меня это открытие? Потому что я люблю вообще компотные ароматы. И я к таким, ну такие более легкие, более понятные ароматы, да. И никогда не думала, что подобный аромат может мне понравиться. Здесь просто какое-то душистое дерево. Я вот не чувствую здесь табака. Табака, может быть, он и есть, но он нереально благородный. Боже, это какой-то, я не знаю, какая-то бочка вкусная. Там что-то вкусное в этой бочке лежит. И это что-то такое обволакивающее. Это настолько умиротворяющее. Это настолько... Вот для меня это какой-то, знаете, даже какой-то вот... Есть такие спариалаксы, куда ты заходишь, там все такое деревянное. Какие-то благовония, какой-то пар, какая-то чистота и что-то подобное. Это вот этот аромат. Это что-то вот такое по кайфу. Хочется вдыхать, хочется на себя наносить, хочется ощущать. И, не знаю, аромат просто потрясающий. Для меня это реально открытие, потому что здесь такие явные древесные нотки. Я не знаю, как насчет табака, я не знаю, как насчет коньяка. Но вот какой-то черный шоколад, мне кажется, да, здесь есть. И здесь какая-то такая вот... Вот прямо томная такая древесина. Я вот не знаю, девочки, на самом деле очень классный аромат. Просто его наношу на себя и реально кайфую. Никогда не думала, что подобный аромат может мне понравиться. Но это именно вот прям вот в точку. Это тот древесный аромат, который вот прям мой древесный аромат. Он очень вкусный. Я очень советую его попробовать, потому что это что-то просто потрясающее. Деревянная крышечка, мне кажется, вот весь его вид, да, даже сама жидкость, она говорит о том, что там находится внутри. Это просто... Я, честно, не ожидала, что настолько вкусно мне будет аромат с явной древесной нотой. Но это что-то такое... Знаете, это дерево, которое хочется съесть. Очень вкусный. Это очень стойкий аромат. Одного пшика, на самом деле, вот так вот, знаете, распылить и зайти в облачко вам хватит на целый день. Следующий аромат я взяла, скажем так, для знакомства, для того, чтобы... Ну, я думаю, что вот этот аромат у меня точно появится в полноразмерной версии. Я практически в этом... Я не то, что в этом уверена. Это один из первых ароматов в списке моих хотелок. Эликсир-наркотик от маэстро Дюмантена, как колдовское зелье или яд, который мгновенно проникает под кожу, моментально получая власть над каждой клеточкой вашего тела, каждой капелькой вашей крови. Правда в том, что каждый из нас готов заплатить за настоящий эликсир любви гораздо больше, чем может себе позволить. Подлинный талант парфюмера раскрыть рецепт колдовского зелья и воплотить его в аромате. Аромате, крадущем дыхание и туманящем сознание. Аромате, который с каждым вздохом хочется все больше и больше, которым можно обольстить и заколдовать. Но расколдовать едва ли уже получится. Абертональные аккорды, растопленных на раскаленных углях, мистических сандаловых смол и тлеющего гренадила. Свежайший медовый нектар из восковых сот. Чертовски красиво и тонко обволакивающее сознание оттенок черного мускуса со своим плотским анималистическим привкусом. Наркотическое дыхание марихуаны на корке горького апельсина. И еще что-то, что нам не раскрыто парфюмером, что вполне возможно станет плодом нашего воображения. Если это противоречит вашим понятиям о парфюмерии, а самочувствие после этого аромата не входит в ваши планы, не пробуйте этот аромат. Здесь добавлено что-то такое сладкое. Я не могу сказать, что это неудушливо сладкое. Просто какая-то вот легкая такая... Легкая какая-то сладость. Легкая нотка. То есть здесь и сладость, и зелень, и дерево. И какой-то такой вот тоже очень стойкий аромат. Он такой более сладковатый, но при этом также обволакивающий. Очень вкусный. Это чем-то схож с черным наркозиком. Есть какое-то такое переплетение, но какое-то вот такое реально колдовское зелье. Вот честно. Потому что он... Этот аромат, который вот сложно забыть. Ничего похожего я не встречала. Это что-то такое... Я даже не могу описать. Это на самом деле надо не описать. Это надо просто пробовать. Потому что это... Это тоже есть и дерево, и есть сладость. Есть какая-то, может быть, даже дымность, тонность в этом аромате. Какое-то... Ну, очень красиво, девочки. Я просто сейчас вот наношу эти парфюмы. Я реально кайфую. Просто. Это просто нереальный кайф. Вот название оправдывает свое содержание. Следующий аромат. Это аромат, который называется «Убей меня нежно». Ну, вообще, название этих ароматов вообще выше всяких похвал лично для меня. И что самое интересное, эти ароматы, то есть их название, оно определяет то, что находится в самом флаконе. Это на самом деле вот очень круто. Потому что ты, когда читаешь название, ты, когда читаешь вот это описание этих ароматов, мне кажется, ну, вот, по крайней мере, лично я уже в своей голове рисую примерно какой-то будет аромат. Мы так хорошо чувствовали тела друг друга, что любовь казалась безымянной. Просто обнаженная плоть к обнаженной плоти. Ники Френч, убей меня нежно. Альфакторная фантазия от Дюмантена. Аромат – провокация. Аромат, как искусство плотской запретной любви. Как долго вы сможете сопротивляться? Вы сдадитесь ему или он заберет вас силы на его усмотрение, на его милость? Тоже аромат действительно такой, я бы сказала, дерзкий. Он немножечко такой аромат больше унисекс. Эликсир, наркотик – это женский аромат однозначно. Вообще, если вам нравятся мужские ароматы, некоторые мужские ароматы, мужские нотки какие-то в ароматах, то я очень советую вам присмотреться к данной парфюмерии. Потому что здесь, я не сказала, что это мужские ароматы. Это все-таки, ну такие ароматы, конечно, унисекс, но это все-таки, вот лично для меня, более женские ароматы. Вот, и вот этот уже такой более дерзкий. Это, знаете, какой-то вихрь такой-то для девушки. Возможно, в какой-то кожаной куртке, да, такой прямо вот сорви голова девчонка. На самом деле, иногда бывает такое настроение, и иногда подобные ароматы хочется иметь у себя, потому что настроение такое иногда бывает такое боевое, дерзкое, я бы сказала. Он действительно дерзкий, он также очень стойкий, его также лучше наносить вот такой дымкой и в нее входить, и тогда он будет вас обволакивать, он будет вам поднимать настроение. И это действительно те ароматы, которые создают некое такое настроение, некую такую ауру вокруг вас. И, мне кажется, даже как-то вот по-другому вас воспринимают, что ли, не знаю, но очень классные. Я вообще нисколько не пожалела о своем заказе. Я вам оставлю, конечно же, на эти ароматы ссылки внизу в инфобоксе, на официальный сайт, где есть эти описания этих ароматов, которые вы можете почитать. Они, на самом деле, ну, меня вообще вот очень завлекли, скажем так. И также эти ароматы можно приобрести на сайте Рандеву. Вам придет посылочка. Все отлично запаковано, все в такую пупорчатую бумажку. На самой коробке написано «Осторожно, стекло». То есть, не переживайте, можно заказывать транспортной компанией, и все вам отлично придет. Но мне просто нереально нравится. И, кстати, сайт Рандеву является официальным партнером бренда Serge Montaigne. Ну и, конечно же, сами флакончики, даже вот такие вот маленькие. Мешочек мне пришел, да, я заказала маленькие вот такие. Ну, для меня это некие такие пробнички, наверное, да, можно так выразиться. Маленькие версии этих ароматов в таком тоже бархатном мешочке. И здесь тоже такая, как металлическая такая вот, да, наклеечка идет очень. На самом деле ароматы, особенно вот этот, конечно, мне очень сильно нравится, потому что он такой, он ни на что не похожий. Он не похож ни на один парфюм, который есть в моей небольшой коллекции и не похож ни на что же из того, что я пробовала. Я очень довольна, я наслаждаюсь девочке просто этими ароматами. Не знаю, это вот, вот я сейчас тут нанесла их, они мне вот так перемешались, эти ароматы, да, и просто это какой-то кайф. Это реально очень поднимает настроение, эти ароматы. Они такие прям вот дают настрой, дают задор такой, знаете, очень классные. Я прям очень-очень-очень вам рекомендую. Ссылочки оставлю вам в Нью-Зом инфобоксе. Дальше вот такие вот у меня новые парфюмчики. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Не забывайте все ссылки оставил вам в Нью-Зом инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч!